Троя талиновитых науковцев Витебщины отримали стипендую президента Беларуси на 2017 год. Усяго узнагаружены 94 человеки из всей страны. У этом списке доцент Витебского Державного Медицинского Университета Алена Гусакова, загадчик кафедры Половского Державного Университета Александр Козлов и науковый сотрудник Института Технической Акустики Национальной Академии Наук Беларуси Дмитрий Багрец. С молодым доследчиком встретился Артур Смоляков. Сам непосредственно процесс нанесения покрытия осуществляется в вакуумной камере. То есть весь процесс под глубоким вакуумом. У Институт Технической Акустики Дмитрий Багрец пришел в 2008-м ламать голову над складанными чертяжами и механизмами, любимый заняток и любимая праца. Раз четыре года работы над уластным проектом – серьезный поспех. Молодый новуковец открыл интересную особенность сплава с титана и никелю. После деформации при низкой температуре излучшение при нагреве вспоминает початковую форму. Доследованием витебского вынаходника затекавились медики. Галена применения стоматология с брекетами для выправления прикусу. Медики в учреждениях здравоохранения, то есть в томологических клиниках, могут, охладив это изделие, ну, скажем так, на 5-10 градусов ниже комнатной, свободно деформировать эту дугу, то есть задавать форму не идеального, а реального зубного ряда, который есть у пациента, ну, у конкретного пациента, да, то есть дефектный ряд. Затем при установке в полосерта дуга будет стремиться вспомнить свою идеальную форму, тем самым воздействуя на зубы и корректируя их, и добиваясь таким образом эффекта исправления прикуса. Технология нанесения хоуных покрытий и сплав с памятью формы для сусветной навуки не у новинум, только вось у одином технологичном цикле их не сумещали. Способ может применяться не только у медицине, а и у энергетации, приборобудования и навык авиакосмичной галине. Распрацовка витебского навуковца уже отримала патент, а сам Дмитрий за свои доследования узнагороджены президентской стипендией. Подавая заявку, никто не был уверен, получит или нет. Поэтому, безусловно, это приятно, что разработка по уровню, по значимости, по практической применимости соответствует тем критериям, на которые заявлялась стипендия. Есть желание продолжать заниматься этим делом, новые разработки какие-то осваивать и внедрять. Сплавы с памятью формы уже шмат годовы коррестовують у разных сферах, але материал до конца не вывученный. Дякуючи сучасному обсталяванию Института техничной акустики, Дмитрий можа проводить любые доследования. Сёння установа активно притягивая молотью навуку, удельничая у международных проектах и займается инновационными распроцовками. Помимо работы Багреца, институт занимается разработкой именно медицинских стендов. Из этого материала с памятью формы уже завершены практические медицинские испытания. И, наверное, по концу года, 2017-го, уже в институте будет налажен промышленный выпуск этого изделия для нужд Республики Беларусь. Талиновиты да следчик упылнены. У будущиняй его чакает еще не одно цикавое открытие. А стыпендия президента да поможа поскорить процесс. Высокая оценка на узроуні керовника державы – выдатный стимул для новых науковых перемог. Артур Смоляков и Олег Чарняк. Новины. Витебск.